друзья всем привет вы на канале игрока и большинство из моих подписчиков знают что я очень люблю жанр рпг игр именно поэтому сегодня я хотел бы вам представить очень крутые рпг игрули которые я лично сам прошел сразу предупреждаю что здесь будут как чистые рпг такие игры с элементами рпг но где рпг составляющая будет как бы основой игры будут самого разного сорта и самое главное что их будет объединять один жанр рпг постарался подобрать большинство игр чтобы были именно с открытым миром классным лором и очень интересной историей от вас же я всего лишь прошу выгрузить лайкос и подписаться на мой канал а также по ссылочке в описании в закрепленном комментарии можете перейти на мой второй канал с прохождениями там на данный момент проходится райсов за том брайдер и киберпанк 2077 но сейчас я всем желаю приятного просмотра во вселенной dungeons and dragons мы же сыграем за героя в мозг которого проникла личинка или ти да не совсем проникла туда его запихнули но все равно этот паразит пробуждает вас очень мощной способности но взамен конечно же паразит вынуждает вас творить зло мы можем либо сопротивляться ему либо отдаться и стать воплощением истинного зла в игре также можно собрать целый отряд так как это партийная игруха все же одному сложно противостоять очень опасным тварям и причем большом количестве само собой есть в игре тактические паузы чтобы файт можно было продумать и сделать наш файт хоть чуточку легче игра очень красивая но и само собой требовательная хотя на 2020 году мы большинство компов ее тянут настоятельно рекомендую вам конкретно эту рпг она лучшая наверное за 2020 год кстати вот мне очень интересно заранее хотелось попросить в коментах пишите какая игра вам больше всего понравится как раз узнаю какую игру из моего топа вы считаете самой крутой а теперь погнали к следующий третий торч лайт рпг видом сверху которая получилась очень даже неплохая первые две части заставили о себе говорить особенно вторая ну а третья так сказать продолжила нашествие третьей части новострою снова огружает торжение и нам как герою предстоит его защищать миссии это принципе не очень сложно если играть на более маленьких уровнях сложности а вот на более сложных ребята берегитесь надо будет практически выживать без зелья и будет очень тяжело кстати третий торч лайт одна из самых нетребовательных игр вообще в моей подборке поэтому кого компьютеры слабенькие можете в принципе попробовать сыграть хотя перед началом советую все равно системки глянуть следующая игра тоже одна из самых крутых вообще в моей подборке the rim none from the ashes кстати ее халявно в эпигеймс отдавали уже повезло забрать ее игра кстати очень понравится любителям шутанов так как это и есть rpg шутера третьего лица но еще есть большой плюс это возможность прохождения компании со своими друзьями в кооперативе но друзей может быть максимум 2 и конечно же вы поэтому в группе трех человек мы собственно можем мочить всяких тварей проходить наше задание тем более учитывая то что мирному и спокойному существованию людей в этой игре пришел конец после того как были открыты порталы из потустороннего мира и как вы понимаете оттуда вышли всякие жуткие монстры они хлынули на землю и начали все подряд убивать поэтому наша задача какова отправиться прямиком в мир монстров чтобы там положить конец их вторжению я считаю что эта игра достойна внимания но системные требования у нее далеко не маленькие зато игра красивая дарит много эмоций поэтому я думаю это своего стоит west island 3 это партийная rpg шка про пост апокалипсис первые две части получились неплохие я играл только во вторую в первую даже никогда в жизни не играл хотя на нее есть уже ремастер но мы говорим про третью часть и это получилось отличный рпг если у вас возникает вопросы почему тут пост апокалипсис да все просто потому что была ядерная война поэтому привычного мира здесь нету люди на грани полного исчезновения нам нужно будет возглавить отряд пустынных рейнджеров и так как мы главное это партийная рпгшка все также можно будет ставить на паузу там делать свои выборы команды и так далее но мне нравятся такие игрухи потому что можно будет собрать самую лучшую команду тупо прокачать ее по максимуму оснастить ее лучшим оружием балдеж но помимо балдежа есть конечно же еще и напряженные пошаговые бои зато они интересные а сюжет крайне запутанный в которых есть много моральных решений и эти самые решения за вами mount and blade banner lord сколько же я сыграл в первую часть mount and blade огнем и мечом там или к эпоху турнира сколько я там наиграл ребята вы просто не поверите если бы был какой-то подсчет я думаю часов 500 600 я точно наиграл помню полгода подряд играл только в одну mountain blade очень интересная игра именно поэтому в нее можно было так долго играть плюс ко всему поддержка всяких модификаций и так далее вторая часть ребят тоже получилась очень крутой так как это продолжение ролевой игры и очень знаменитой да наконец-то именно такие слова я и сказал когда эта игра вышла действие этой игрухи происходит за 200 лет до начала первой части здесь очень много улучшений но самое крутое я могу сказать про боевую систему ну и конечно же графон потому что он стал на голову выше и конечно же штурм блин тут все так эпично стало намного круче в чем раньше было но и само собой ведь игра вышла в 2020 году а первая часть всех не знает когда давно в общем штурмовать города драться воевать обожаю эту игру но все же по большей части это экшен с элементами rpg но так как rpg составляющая здесь слишком влияет вообще в целом на геймплей то не добавить я это в rpg топ я не мог и собственно я как игрок который уже много поиграл в серию mountain blade я рекомендую вам сыграть в эту игру ну а если нет погнали к следующей kingdoms of amalur re-reconning это просто ремастер который графон практически так и не улучшил не зовут он проверял хоть на ультра хоть как угодно с первой частью там не особо как-то различается да возможно где-то там свет где-то тень но это такая мелочь ребята мне в общем не очень понравилось да и вообще если у вас слабый ком то играйте в обычную kingdoms of amalur плане ремастера это понятно просто не очень доволен тем что сделали разрабы но в целом это очень крутая фэнтези rpg прям сюжетка мне понравилось и боевка тут необычная как слэшер а на самом деле выглядит классно поэтому одобряю мир здесь открытый но как вам сказать не особо хочется здесь что-то бегать или искать хочется просто компании побыстрее пройти хотя возможно так только у меня ремастер мне не угодил а если говорить целом об игре то на четверочку хейтс здесь мы играем за мальчишку полубога сына аида необычный данж кроулер и рогалик вместе взятые игра казалось высоко оценена критиками игроками как вы знаете критика изменя говно игрок тоже так себе поэтому в принципе могу рассказать лишь свое мнение нормальная игруха одна из наверно самых лучших в жанре рогалик и причем с видом сверху игра немножко была похожа на бастион и транзистор хотя чё тут удивительного разрабы те же самые кстати еще хотел сказать что системные требования тут очень низкие и как бы даже на слабеньких компьютерах идет медаевал дайнасти тут нас ждет очень сложный путь в котором мы попробуем осуществить могущественную династию играя всего лишь за юношу собственно этот самый пацанчик сбежал с войны не хотел не сражаться ничего просто не хотел ничего чужого хотел все свое и собственно именно поэтому на здесь придется потрудиться и немало вы можете следовать сюжетные линии можете ничего не следует делать то что хотите благо мир наполнен интересными квестами и будет что поделать кстати в этой игре можно будет даже создать семью сами понимаете что ключевой элемент созданий целой династии это дети да верно на из-за репаблик первая и вторая часть первая вышла в 2003 2 2005 отдельно про каждую говорить не буду лишь могу сказать что обе части прям очень крутые это ролевые игры по мотивам всемирно известной научно-фантастической саги звездные войны правда действие здесь происходит за несколько лет до событий из фильмов где мы сможем выбрать свой класс и сторону которой мы хотим примкнуть после чего будем решать судьбу многострадальной галактической республики в соответствии именно со своим мировоззрением да на сегодняшний день игра выглядит очень устаревшие графика достаточно некрасивая но я более чем уверен что если вы любите рпг игры на графику вы смотрите в последнюю очередь хотя буду честен все же играть в рпг игры с более красивой графикой намного приятнее следующая игра это neverwinter nights 2 именно вторая часть то что я в первую вообще не играл я не могу сказать что она плохая или хорошая потому что вовсе не играл но про вторую могу сказать вот что это превосходный рпг с кучей диалогов и персонажей разного класса из главных достоинств игры могу выделить это нелинейность сюжета обилие диалогов множество характеристик для прокачки своего персонажа из минусов конечно же графон на данный момент устарел ну и персонажи немножко выглядят угловатыми так принципе играть можно в игре прослеживается сразу несколько сюжетных линий и они очень интересные касательно игрового процесса большинство боев в игре вы пройдете периодически зажимая и отжимая клавишу пробела в игре он работает как кнопка паузы чтобы там вы могли обдумать и выбрать персонажей их действия целом бои достаточно динамичный после того как вы отжимаете паузу если вы погрузите в игру с головой вы застрянете здесь на более чем 100 часов это я уверен точно и если вы реальный фанат рпг то я эту игру рекомендую сто процентов she will punish them это очень интересная а рпг игра в жанре темного фэнтези в которой вы не поверите но возьмете под свой контроль озлоблены на своих братьев суккупшу девушку демона что жаждет отмщения и власти собственная героиня долгое время пробывала в темнице в башне боли и страданий и теперь выбралась на свободу она-то помнит как ее предали и пленили теперь жаждет собственное отмщение ну а вам же придется помочь и в достижении цели берите ее под свой контроль возглавляйте ее поход на демонический мир и сражайтесь с многочисленными демонами и мерзкими тварями коих здесь будет дохренища и главное получите то ради чего суккуп собственно и живет удовольствие боль страдания и все власти что касаемо игрового процесса геймплейных возможностей здесь предостаточно все как в обычных рпг игрулях используем различные навыки боевые стили умения и способности ничего нового за уэйлендерс это партийная ролевая фэнтезийная игру ли в которой нам предстоит столкнуться с магией высшими кельтскими богами кучами врагов что пытается уничтожить все на своем пути события игры начинают происходить тот самый момент когда должна была состояться встреча с кельтским богом туата деданан звучит странно какое-то заклинание мотива казалось бы вроде ничего не должно было случиться и решать этой встречи но у оля случилось то чего никто не ожидал и теперь мир кельтов разрывается на куски фракции борются за трон а главные герои отторваны от времени в общем приключение обещает быть очень жарким сражаться же мы будем с многочисленными врагами на коридорных локациях убивать боссов прокачивать умения своих героев превращаться местами в огромных монстров и уничтожать конечно своих врагов с которыми не справиться в обычном таком человеческом облике и просто наслаждаться путешествием ведь сама по себе игра сделана просто супер также есть такая игра dark on real о которой у меня неоднозначное мнение я не буду советовать я просто скажу что вот существует такая игра и все мне она не очень понравилась потому что здесь дохрена показушности а на деле ну как бы фиг и здоровенный на всю морду по сути это такой динамичный фэнтезийный rpg слэшер с видом от третьего лица в котором мы отправимся в роли могучего воина в мир душ и будем прокладывать себе путь через орды врагов к выходу в мир живых игра чем-то похожа на dark souls да я понимаю это мрачная стилистика сложная боевка и так далее это все да мне тоже так показалось но все же до крутости и проработки from of эта игра далеко не может дойти вообще но есть все же что-то похожее и неоднозначное мнение об этой игре у меня не из-за того что игра сделана как dark souls далеко нет а из-за того что они не сделали хорошо а пафоса вообще охренеть как много здесь тоже надо будет постоянно парировать атаки врагов и это все надо понимать а с боссами вообще жуть вот такой вот аналог dark souls а имеется нравится играете не нравится погнали в следующей игре ozerion project это смесь ролевой приключенческой игры и фэнтезийного слэшера в котором нам придется отправиться в череду безумных сражений сражаться с ордами врагов становиться сильнее изучать магию причем какой ранее вообще в этом мире никто и не видывал игра diabloid в этой игре вы столкнетесь с тем чего никак не ожидали увидеть не скажу что промолчу чтобы было интересно конечно же здесь будет очень много различных видов врагов опасные земли на просторах которых нас будут ждать только самые жуткие кровожадные боссы испытания в подземельях и много чего другого но переживать не стоит имеется огромное количество вооружений имеется огромное количество магии главное умело прокачиваться и смотреть что собираете а еще если вы в рпг играете жесточайшим образом то конечно же здесь имеется алхимия такие всякие фигнюшки чем можно будет позаниматься чем обычно не занимаются такие люди как я за нюанс world 7 о а вы говорите игра кайф научись читать на английском еще гаси сами попробуйте почитать но собственно это китайская ролевая игра с видом от третьего лица в котором нам придется сражаться с огромным количеством монстров исследовать открытый окружающий мир следовать мифам и легендам что были зарождены истории китая кстати можете не удивляться это такое чувство как будто бы ведьмак но китайский немножечко что касаемо игрового процесса тут он с одной стороны не так уж и сложен но с другой предлагает много чего интересного а играть мы будем в роли паренька по имени тайши джао он если что обычный фехтовальщик но за него мы как раз таки и отправимся в опасное и очень длинное путешествие будем сражаться с различными монстрами заниматься разнообразными заданиями и делать то что вашей душе угодно потому что мир в игре открытый год с уилл фолл это приключенческая ролевая изометрическая игра если изометрия то все сразу ооо не не это мимо 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 ребята это мимо в общем то в этой игре мы отправимся в древний фэнтезийный мир попробуем дать отпор злым древним богам что превратили людей в рабов на протяжении многих тысячелетий тут всем управляют древние боги но они не такие какие мы себе представляем они злые мстительные и жаждут полного безоговорочного повиновения каждый человек ребенок женщина мужчина должна дать клятву верности и любой отступник либо принимает свою смырт либо мучается ну это тип не круто наш герой же получает шанс это все изменить поэтому дерзайте l marion dragon princess это приключенческая ролевая игра в которой нам придется взять под контроль одного из драконов и погрузиться в череду сражений и квестов спасая мир людей и драконов от нависшей опасности игра в целом будет интересно не для многих людей поэтому расскажу коротко выбираем начале игры дракона которым будем управлять и в нашем распоряжении окажется электрический ледяной природный огненный дракон каждый из них будет обладать своими уникальными способностями и более того еще и будет выглядеть очень классно каждый из них будет уникальный даже в плане прокачки поэтому играть за них будет интересно несомненно огромное количество снг комьюнити знают что это за игра атом rpg но почему про труград все молчат я не понял события этой игры происходит спустя какое-то время после ядерного апокалипсиса что был устроен странами запада и ссср но это было в первой части на этот раз земле угрожает еще более ужасная угроза метеорит который способен уничтожить все живое на планете ну а вы будете играть роль некого агента организации атом которому удалось выяснить что в неком мегаполисе есть устройство которое все же способны защитить человечество это не будет легко если что это будет пипец как сложно также замечательная игра моего детства которую я запомнил на очень долго называется фейбл the lost chapters вышла игра в 2003 году я же ее играл наверное году в 2010 и даже на тот момент игра смотрелась очень даже неплохо главный вопрос игры добро или зло и собственно из этих двух вариантов мы сможем выбрать что-то одно из достоинств игры это влияние действия персонажа на окружающий мир и даже на влияние его самого геймплей здесь очень интересен но из недостатков для кого-то минусы может оказаться то что игра слишком длинная игра наверняка придет по вкусу именно тем кто любит когда не нужно лишь идти одним сюжетным путем при активность в этой игре просто зашкаливает здесь ничто не заставляет вас прокачивать десятки уровней убивая мелких гоблинов или каких-то мобов чтобы в итоге добраться до главного злодея пристать перед ним и просто надубаясь этому морду нет здесь мы вполне можем обойтись без всего этого и заняться например торговлей скажу по секрету можно даже жениться и не строить из себя героя но здесь вариантов очень много мы можем быть как героем таки злодеем например делать различные плохие действия причем мы растем в этой игре да да именно начинаем с варианта где мы ребенок и прямо с детства выбираем свои поступки и действия я более чем уверен что игра поистине доставит удовольствие любителям рпг игр ведь такого количества сюжетных и побочных заданий вам еще стоит поискать особенно в такой старой игре если что у игры с 2 версии это основная версия 2003 года и они версии эдишн более новая с более лучшей графикой также хочу вам посоветовать gothica 2 и дополнение ночь ворона наверное это одна из самых атмосферных и действительно увлекательных старых игр которую я играл здесь потрясающе открытый мир классная музыка выбор оружия и магии очень интересные и увлекательные задания для меня очень впечатления которые остаются даже после прохождения игры после стольких лет игры сама игра вышла в 2004 году это недостаток потому что графоний на данный момент очень плохой и он многих может не удовлетворить даже предыдущая игра 2003 года выглядит лучше игра создана немецкой компании piranha bites сделано очень классно если коротко здесь большой выбор оружия обширный открытый мир есть множество разных заданий а еще игру вы сможете пройти абсолютно на русском даже с русской озвучкой вам не придется сидеть читать каждое слово в общем об этой игре ничего плохого сказать не могу в принципе как и большинство обзорщиков или людей которые реально проходили вторую готику следующая игра это аркс фаталис вышедшая в 2002 году из главных плюсов вам могу сказать что здесь очень крутая игровая механика сюжет лор и мир из минусов мало побочных квестов игровой мир в целом достаточно маленький но она и понятна наша игра до внешняя и вышла давно ну и конечно же игровая свобода она не такая уж и свободная хороших игр в жанре rpg раньше было достаточно мало это потом начали выходить всякие готики зелдер скроллс и ведьмачки различные другие серии игр но в то время когда вышла аркс фаталис она покорила очень много людей не будем забывать в те времена же вышло еще это как она зелдер скроллс моровинд обалдеть да и при конкуренции даже с моровиндом игра не сдохла и они помнят по сей день графоний на момент выпуска был вполне на уровне потому что раньше не было видя каких-то крутых а и что самое главное чем мне эта игра вообще запомнилась я ее к сожалению до конца не прошел интересный момент был в игре это то что заклинание не читаются одним кликом мышки их надо самостоятельно заклинать в режиме реального времени рисуя различные руны либо просто заготавливать заранее несколько штук в общем это делает игру сложнее но зато интереснее нельзя изучить заклинание кстати у учителя надо сначала собрать все нужные символы потом открыть верную комбинацию а потом еще и научиться правильно рисовать знаки при помощи мышки на самом-то деле это выглядит интересно и красочно особенно когда в бою ты там пытаешься что-то нарисовать а тебе морд убьют короче игра действительно крутая и в ней есть уникальные элементы попробовать которые я вам рекомендую ну и rpg которую я обожаю больше всего в мире самая моя любимая игра за всю историю игр и всего человечества именно для меня это dragon age origins или же начало как переводится на русском также есть дополнение awakening которая проглевает геймплей игры примерно часов на 50 возможно даже меньше но просто я очень много времени проводил за изучением всего что там было главное достоинство это конечно же сюжет геймплей тактический аспект боев озвучка индивидуальность персонажей и глубина отношений между ними не обязательно это именно какие-то романы но и дружба общение просто ты не чувствуешь что это какие-то болванчики для тебя напарники это реально какие-то живые пчелы с которыми тебе интересно общаться и до чего это дошло от начала и до инквизиции это было просто балдежно вам могу сказать что dragon age origins это действительно одна из лучших игр которые я когда-либо играл и которые я когда либо видел сюжет здесь невероятный бои классные прокачка тоже очень хорошая отличная конечно же графика даже на сегодняшний день также имеется куча модификации имеются различные уровни сложности я конечно же не играл на самых высоких уровнях сложности потому что я люблю балдеть от игры они страдать чтоб меня постоянно убивали в общем я считаю что эту игру надо рекомендовать всегда и всем поэтому вам ее я тоже рекомендую далее также порекомендую вам очень классный групп под названием в импайр the masquerade bloodlines это очень классная игра для наших компов где есть разнообразие вампирских кланов нелинейность прохождения система прокачки сюжет сеттинг интересные побочные квесты и все в этом роде и я также считаю что спустя огромное количество времени с тех пор как вышла игра эта игра все еще является одной из лучших на вампирскую тематику несмотря на то что на самом-то деле выходил достаточно много игр именно на эту тематику и недостаток конечно же как всегда будет старый графон на нем даже уже и зациклиться не будем местами баги отсутствие настроек внешности и канализации которые есть в этой игре они ужасны будем честны вампиры и персонажи очень популярны в современной культуре и они были популярны еще в то время когда игра вышла целом могу сказать что несмотря на то что игра вышла аж в 2004 году в нее реально интересно играть и сейчас также есть такая замечательная игра под названием jade empire могу вам сказать что эта игра действительно прикольная здесь классный сюжет сочетание техник боя имеются различные мини игры миры и спутники из минусов кат сцены плохо реализованы ну лично я так считаю и анимация подготовки окончания боя тоже мне почему-то не нравилось сама же игра это rpg в стиле восточных единоборств со свободным но постепенно открывающимся небольшим миром в игре есть карма то есть вы можете выбирать быть плохишом или же добряком что добавляет нам такую некоторую нелинейность сюжета если это вообще можно назвать именно нелинейностью в начале игры мы узнаем что наш главный герой это сирота которого спас учитель из лап неминуемой смерти но и мы попадаем школу боевых искусств и начинаем свой путь в тот момент когда в мире начинается хаос драться мы будем скучей врагов и боссов и на самом-то деле игра реально может доставить вам удовольствие единственное что мне не понравилось так это подготовка и окончание боя типа а ну понятно что перс отдает до месту где он сражается со своими противниками но это так жутко затягивает игрушу прям вообще почему-то мне это не нравилось почему-то да также есть такая вот игра с видом сверху я знаю что игры с видом сверху вы не любите но крепитесь ребята это ведь уже не первая игра в нашем топе с видом сверху здесь самое крутое это конечно же сюжетик мифология древняя греция набор доспехов миссии динамичность зрелищность прорисовка игры легкость легкость в рпг такое редко бывает но в этой игре это есть и мне это понравилось разнообразие развития персонажа имеется удобный сетевой и интересный мультиплеер недостатки конечно же свои были но каких-то отчетливых прям минусов я не заметил ну и раз я их не заметил то значит конкретно прям испортить вам игру мало что может хотя если вы что-то такое знаете что в игре есть плохое то можете написать в комментах я в принципе не против игра в целом ну очень разнообразно у вас будет возможность побывать в шкуре героя греческой мифологии которая по сюжету будет пересекаться из египетской и многими другими мне понравилось здесь очень шикарная динамика в стиле диабло что позволяет нам очень приятно и ярко проводить время за этой игрой потому что реально прикольно крушить всех налево направо выполняя интересные задания на выбор у нас будет несколько классов само собой маг воин лучник а также вы сможете выбирать комбинированных персонажей например у вас может быть боевой маг в общем все в зависимости от вашего выбора знаменитых героев греции вы тоже увидите русский перевод в игре есть и он касается как текста так и озвучки в принципе игра классная рекомендую конечно же также хочу вам рассказать о той игре которая где-то наверное году 2010-2011 в общем учебное время заняла у меня невероятное огромное количество времени пацаны гулять зовут и я говорю не не пойду я часто игру играю они такие да ты всегда сидишь в своих играх я всегда пришел со школу быстренько сделать уроки потому что родаки всегда проверяли у меня уроки все сделал а все нормально теперь можно и поиграть и свободное время вместо того чтобы именно гулять с пацанами я проводил так и я такой человек когда если мне к игра очень нравится то я прям хочу ее пройти хочу в ней играть я даже могу перепроходить ее по несколько раз как это было с dragon age и некоторыми играми из данного списка которым я вам рассказываю что касаемо этой игры здесь обилие и разнообразие квестов и заданий хороший баланс красивая и сочная реально неплохая графика даже на сегодняшний день учитывая насколько давно игра вышла музон достаточно симпотный имеется юмор и даже тексты заданий управление очень грамотно сделано очень понравилось буду честен это rpg с элементами пошаговой стратегии на самом-то деле была изначально не той которую я хотел поиграть я купил значит а диск в киоске как это зачастую бывает у меня тот момент интернета не было покупал диски по 100 рублей и общем-то думаю дай к поиграю во что-нибудь такое у меня в жанре rpg интересное и эта игра меня затянула тут есть и различные сражения и выполнение квестов как основных такие дополнительных имеется открытый мир чудовища и различные враждебные отряды даже бывают мирные персонажи при встрече с которыми можно будет даже завести беседу в общем игра достаточно долгая она не проходится быстро и в нее реально интересно играть как и большинство игр из данного списка ведь плохие игры я бы не стал добавлять данную подборку dragon edge 2 все почему потому что прямо сейчас ее как раз таки прохожу со всеми дополнением и вам советую действие этой игрухи происходит на материке тедос а то есть как и в предыдущей части но на этот раз главным героем является хоук это будем мы мы весь из себя беженец и превращаемся в легенду в этой игре да да вы не ослышались реально в легенду вот тогда и получим великолепное звание защитник кирквола по фамилии хоук вы могли подумать что это мужчина но нет здесь за женщину тоже можно играть сразу предупредил чтобы не было никаких лишних вопросов вся игруха это рассказ длиной в целых восемь лет ну а этот весь рассказ рассказывает варик если чо он наш компаньон и в этой игре могут быть с вами три компаньона постоянно то есть помимо этих трех компаньонов еще в там самый главный перец ходите туда и сюда в этой игре мне больше всего нравится то что я в диалогах могу выбирать каким быть я могу быть смешным то есть над всем смеяться там либо быть агрессивным злым либо как доблестный рыцарь такой всегда весь за справедливость то есть персонаж здесь реально может быть интересным графен графен отменный я играю на минимальных настройках ну почти там средние текстурки все дела но все же это все близко к минимальным но графен мое почтение графен мое почтение главный плюс еще да я считаю что это плюс это целый отряд и то есть взаимодействие с ними имеется все наши принятые решения сказываются еще и на персонажах которые с нами и это несомненно круто чувствую что твои напарники живые то есть если мы выбираем что-то плохое соответственно наши союзники будут думать ну типа чё этот хер выбирай все плохое ну-ка минус мораль ну а если будем убирать хорошее то соответственно они будут относиться к нам хорошо но опять же с нами могут быть спутники как злые так и добрые поэтому они будут относиться к вашим поступком по-разному системные требования очень низкие полтора гигабайта оператива двухъядерный процессор и 256 мегабайт видеопамяти игра очень крутая советую сыграть абсолютно каждому четвертая игра серии свитков зелдер скролл 4 oblivion здесь мы как всегда в самом начале игры находимся в тюрьме почему почему во всех серий свитках мы находимся в тюрьме само собой oblivion офигенная рпг-шка да графон конечно же но немножко попахивает тем самым но не будем забывать что игры серии свитков славятся фанатскими модами то есть сюда можно закинуть парочку таких дополнений либо и нб-шек игра преобразится полностью да блин чё говорит про четвертую часть даже моровин даже сейчас на плаву держится из-за того что сделали 4k текстуры но нам-то до моровин да что четвертой части мы играем в провинции сиродил это наше основное место здесь будут происходить и наше задание в этом центре там рельской империи и все как и во всех серии свитков мы выбираем и создаем своего героя сами и выбираем ему путь опасного убийцы либо же почтенного воина ну и в общем так как и в большинстве рпг мы выполняем основное задание выполняем свое предназначение так сказать и можем не спешит покидать этот прекрасный мир потому что я сделал сишки дополнение там второй мир все дела это все стоит пройти и не будет большие всякие фракции там мелкие здания поэтому даже после прохождения основной игры тут будет чё поделать также как и в скайриме в общем игра моё почтение игра очень крутая системные требования очень низкие советую сыграть темная миссия меч и магия эту игру хуя проходил полностью от начала и до конца как принципе все рпгшка которые в этом топе единственно что могу сказать здесь местами нужно бегать прыгать а на валовском движке на соурсе конкретно именно в этой части игры такое дерьмо что мне просто такой не снилось да я эту игру прошел и в целом воспоминания не только хорошие но два момента есть это погоня в начале я даже не буду говорить какая потому что я про спойлеры сюжета спойлеры не любят большинство людей скажем так игруха четыре из пяти по старым меркам rpg сама собой игрух 2006 года системные требования очень маленькие это 4 пенек 512 оперативы 128 мегабайт видеопамяти на минималках поэтому большинство компьютеров на сегодняшний день потянут эту игруху на высоких настройках обязательно в топчик стоит добавить серию ведьмака но не считая третьей части третья часть потому что довольно требовательная а первую вторую спокойненько может добавлять топ потому что игрух в принципе интересно и есть тоже выбор да с открытым миром конечно небольшие проблемы но все же сам сюжет лор все вот эти повороты да и в принципе графон что в первой шо второй части хотя нет первый там графика конечно очень слабая но слабая графика это не знаете что прям самое ужасное правильно но уже во второй части и все гораздо круче в общем и целом мир ведьмака он очень популярен и думаю мало кто из вас не играл либо вообще не знает эту игру но так как рассказать и они очень сильно хотел потому что прошел истории всяких сюжетных поворотов интересных моментов у меня очень много вы можете мне не поверить но про каждую игру из этого топа я мог бы сделать отдельный видеоролик длиной более чем 15 минут и рассказывать об этом интересно потому что я обожаю rpg исследую изучаю читаю много чего интересно вообще в принципе изучаю в этих играх поэтому я вам могу сказать так ведьмачок must have тоже очень круто и клево neverwinter nights кстати тоже достойно быть на вашем компьютере в принципе тоже можно пройти но конкретно сейчас я буду рассказывать именно про вторую часть она будет ну скажем чутка покруче ну и само собой тоже та же самая игра загадочном мире и городе магов алхимиков воинов и всем таком да и в целом хотелось бы сказать что вторая часть не сильно связана с событиями первой части поэтому все начинается из-за того что наш главный персонаж обитая вместе с приемным отцом на болотах был атакован и дальше рассказывать думаю нет особого смысла потому что те кто захотят поиграть они лучше поиграют игровой процесс здесь в принципе более или менее нормальный просто rpg чека но видим сверху да выглядит интерфейс немножко нагруженным но как по мне все равно игруха нормальная потому что стоит тут немножко разобраться но и да единственный минус этой игрухи то что она на фоне других игр выглядит ну не столь почетно да скажем но в целом игру очень крутая потому что в нее играть надо а не просмотреть также еще довольно популярная серия игр именно серия игр не просто одна игра sacred в целом я хочу вам показать скорее всего более первую часть да пускай она старее но все же она для супер слабых пока тоже сгодится новой части есть в интернете есть чё глянете там разберетесь почему я добавил эту игруху потому что в эту игру играл в кооперативе со своим другом и в принципе sacred отличается кооперативом и если вы хотите поиграть в рпг какую-то крутую с друзьями и причем в кооперативе именно в эту я бы сыграл потому что она типа старенькая но геймплей сеттинг и в принципе сюжет здесь просто офигенный ах да и забыл сказать что вообще вся серия sacred содержит три части но и к ним также несколько всяких дополнений и спин-оффы но шок сайт в третьей части она вообще разрабатывалась другой студии представляет собой довольно скучный слэшер и во всем я считаю проигрывает даже старым частям но опять же как говорится на вкус и цвет поэтому пробуйте ну а на этом как говорится все а сейчас будет классный музон пока